здравствуйте друзья мои делаем новый шедевр из этих ненужных обрезков есть совсем мелочевка на такую мелочь особого применения нет и мы сегодня будем делать с вами пиццу я взяла три слоя это у меня не тканное полотно синтепон и лен вы используете любую ткань какая вам не нужна моя заготовка 40 на 50 я сделала в середине как ромб ромб сделала и сиреневый и вот мы с вами шили чехлы это тоже порезала когда вы делаете пиццу не обязательно укладывать каждый лоскуток вот такие обрезки можно раскидать в хаотичном порядке и у вас тоже получится красиво из более длинных лоскутов я зигзообразными ножницами нарезал в виде волн когда вы распределяете свои обрезки у вас не должно видно быть основной ткани а также не должно быть перепадов где-то толсто а где-то тоненько распределяйте свои обрезки 1 2 3 слоя но не больше ваша машинка это не прошьет посмотрите что получилось изначально я начала делать этот прямоугольник потому что планировалось сделать стежку сделать здесь пиццу а по краям сделать из лоскутного шитья блоки но в процессе работы как всегда у меня все меняется и мне пришлось подсовывать вот эти волны чуть-чуть неудобно если вы решите сделать также и оформить также углы то начинаете тогда формировать сначала углы а потом поверх располагать вашу пиццу накрыла фатином и прогладила лучше конечно использовать органзу она красивая и вся переливается скалываем булавками если у вас мало булавок ну тогда наметайте сами лоскуты вашу пиццу вы можете размещать на флизелин вы когда прогладите он прилипнет к ткани к лоскутам и они у вас никуда не денутся когда пиццу зафиксировали булавками настала очередь стежки вы можете переключить транспортер поставить лапку для стежки но можно и прошивать как вы хотите по прямой крест на крест волнистыми линиями это дело ваше меняете вы нитки модеровскую шелковые или обыкновенными по разным цветам это не важно но вы должны прошить так чтоб после стирки у вас не свалялось в один комок если вы делаете такую пиццу не картину не панно в процессе когда носки это все допустим пачкается вы сделали коврик наволочку сидушку используйте те ткани которые не окрашивается иначе вы одним маленьким лоскутом можете использовать испортить свою работу технику пицца используют не только для интерьерных работ но также делают сумки кошельки очешники тапочки делают декор на одежде полотно у меня получилось здесь я прошивала ниткой модера сделала обыкновенной ниткой декоративную строчку как знаете раньше расшивали рубашки но на белом фатине и и абсолютно не видно но немножко есть контуры вблизи смотрится как-то оляписто посмотрела издалека очень красиво смотрится особо вот эти очертания можете сделать яркими цветами чтобы были у вас перепады тогда рисунок будет красивый вот эти углы я прошила просто не переключая машинка обыкновенной строчкой где-то четыре четыре с половиной не надо мелкой строчкой прошивать здесь сделала волны но тщательно я свои кусочки ткани не прошивала и здесь у меня будет декорирование декорирование а какое декорирование это вы увидите следующем видео подписывайтесь если вам была полезная информация комментируйте жмите на колокольчик пока пока